всем привет мы решили попробовать очень интересный формат и от ваших комментариев будет зависеть будем ли мы продолжать это или нет смотрите после того как мы сделали несколько видео о покупке машины то есть предпокупочный осмотр нет email завалили просто письмами о том что я уже купил машину сколько-то там месяц два полгода отъездил но ее снизу ни разу не видел можем ее пожалуйста посмотреть давайте сделаем такой интересный формат у вас уже есть машина вы ее уже купили но вы не знаете что с ней происходит и вы хотите об этом узнать вы приезжаете ко мне мы сейчас экспериментальная версия мы придумаем как вы будете со мной связываться именно на эту тему и как мы будем из всех желающих выбирать машину потому что желающих будет скорее очень много вы приезжаете сюда мы осматриваем машину мы ее оцениваем оцениваем ее по повторяюсь экспериментальная версия эта серия и мы еще додумает момент но как минимум машина будет оцениваться по состоянии кузова это лакокрасочное покрытие состояние наличие коррозии снизу по ходовой части по агрегатам двигатель коробка наверное по салону и скорее всего будет 5 интересный пункт это будет индивидуальность ваша машина то есть там какие-то красивые диски красивый салон еще что-то и в конце осмотра я буду это исключительно развлечения ради вообще никаких официальных бумаг это будет какой-то сертификатик в котором я напишу от руки баллы за эту машину мы суммируем балл и ваша машина по итогам получит определенную сумму баллов от меня такую оценку повторяюсь for fun давайте попробуем сегодня это сделать у нас есть машина она стоит на улице 335 е92 который человек купил полгода назад но ни разу и не видел снизу что машина у нас здесь как я уже сказал 335 дизель 92 кузов на приборной панели 195 или 6000 короче до 200 но мы его попозже покажем салон по салону я думаю что там значительно больше сколько не сказать не могу но думаю что больше давайте начнем смотреть как всегда начинаю смотреть с мотора визуально смотрим кузов потом машину поднимаем смотрим снизу интересно что дальний болт на крыле выглядит что не крутился а вот этот крутился и вот этот крутился как так поправляли про чуть-чуть смотрите я давно не встречал такие машины которые после того как двигаются или снимаются кузовные элементы болты подкрашиваются обратно и причем похоже даже в оригинальный цвет вот этот прям максимально пытались спрятать но все равно видно что на самом деле капот снимали ну или как минимум двигали здесь все выглядит более-менее по несущей части кузова тоже все хорошо швы швы оригинальные на стаканах спорка лонжерона посмотрим сейчас и отсюда и сверху и потом снизу когда снимем защиту пока выглядит все хорошо то есть играет скорее всего там но это может быть снизу мы что-то видим пока выглядит так что просто делали или косметику или какие-то небольшие повреждения были там допустим в бампер и выставляли зазоры поэтому крутили эти болты что у нас по фарам 3108 07 1409 07 3108 1409 ну да фары тоже похоже что оригинально стоит но очень очень близкая дата производства у них на корпуса заслонок я вижу сами тяги не на месте но внешне что внутри в самом коллекторе я не могу сказать пока его не снимешь да человек просто горит что до 2.000 машина ну как бы не очень хорошо едет это могут быть как и турбина как и вакуумное управление так и об этом мало кто знает если вы удаляете заслонки в коллекторе то до 2.000 оборотов машина перестает ехать так как она ехала с ними разница не колоссальная но она чувствуется особенно если вы хорошо знаете свою машину ну вы это почувствуете судя потому что я вижу здесь ноты развить и пыльник отваливается где потом все покажем пыльник отваливается отбойник разбит и почему-то мне кажется что здесь есть подтеки масла с амортика незначительные но есть здесь вот видите это все такое жирное и к этому всему прилипает песок но это не точно это не точно это все хотя нет все таки наверно вытекший потом снизу покажу почему это думаю сейчас посмотрим машина недель назад прошла техосмотр у нас в риге цсд пока все хорошо я так просто говорю диски пока цены помните да смысл этого видео поэтому все такие вот вещи коцки царапки это все учитывается такие вещи как расходники мы не будем считать то есть если там у человека кончаются колодки это не значит что мы ставим за это минус нет это просто расходник который нужно будет у меня некрасиво выглядит можно туда спрятать что-нибудь контрабанду можно возить такая щель под фару них есть такой подъем но тут мне кажется как-то совсем сильно стекла фар от песочина очень сильно просто песка струй практически светит фары хорошо знаешь куда ехать до смотри у нас на был видос интересный по поводу фар давай диск пожалуйста с этой стороны здесь такая же история все болтается это все упадет сейчас не смогу так в обратно заскочит скорее всего когда машина опустится и тоже есть такое подозрение что он подтекает но тут как-то меньше все это дело выглядит диски brembo недавно поставлен это колеса мишлин смотри это хорошо дверь крашеная ты я уже так вижу крыло тоже красили крыло крашена дверь крашеная сто процентов потом прибором померяем крыло мы не померяем что на пластик а дверь точно видно что крашеная заднее крыло тоже крашена это прям хорошо видно просто просматривается пылинки в краске завод так не красит обычно такие вмятины знаете когда двери закрывает ремень например бывает как-то так у людей происходит что ремень здесь остается бам здесь на свете на заднем левом крыле есть незначительная царапина по кузову по крылу но как бы ладно это ничего страшного тем не менее это есть и вот все просмотрится пылинка пылинка если это крыло красили мы потом его прибором померяем и даже вот эта вот часть крыла которая здесь уже такой заводской ну как его не антикор назвать а шуба какие называют еще она не должна быть так вот ярко выражена покрыта лаком и блестеть как здесь то есть это еще раз говорит о том что крыло красили то есть даже я к чему говорю что даже без отсутствия толщиномера можно сразу видеть что машина крашена вопрос только как глубоко она крашена то есть какой там слой краски шпаклевки это вы без прибора к сожалению не померяйте здесь тоже видите разваливаются пыльники ой извините пыльники отбойники судя по номерам они еще все оригинальные бы машины но они уже видите все на цеплях скоро это оторвется пыльник упадет вниз и эморизатор начнет на марте а то начнет лететь грязь и все это ускорит его его смерть приблизит экология вырезана судя по тому по количеству сажек в трубах если фильтр у вас дпф живой и на ион на месте никогда в жизни чайка громкая никогда в жизни не будет таких грязных значит вырезана экология а на пробеге 190 тысяч вырезать экологии что-то здесь не сходится правда по поводу салона видите здесь есть вмятину и повереждение здесь есть piano black этот вообще здесь какие-то удары прям здесь зацарапано здесь тоже очень сильно зацарапано то есть но есть аккуратные салоны есть неаккуратные салоны вот этот тот самый случай владелец не обижайся пожалуйста но это не аккуратный салон еще даже не сняли защиту уже вот капля масла висит и надо масса свеженького 35 дизеля маслица смотри вот на капельку так защиту пока не будем снимать с ними чуть позже посмотрим пока посмотрим пока так что же масло ценность сейчас смотрю на повреждение дисков на трещины как минимум на передние эти кривой это даже видно вот так глазом не знал видеть на камеру нет советских здесь такой об подъем вот он дальше 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 чем здесь что у нас здесь шланг тормозной целый эти вообще считается в личные на 100 кузовах практически но их не за не помню как себя сменял кому-то вот эти да вот кривой диск редуктор сухой что удивительно обычно 90-е кузова этим страдает у них сальники сюда текут нам надо тоже поменять правда даже у нас текут ну вот задний амортик смотрите такая же самая ситуация вот откуда здесь вот эти жирные жирные эти следы такие промасленные видите и вот этот весь налет обратите внимание нигде на кузове нет такого песка налипшего как есть на стойках амортику по состоянии кузова снизу кстати все очень красиво обычно вот это место такая распорочка сейчас вы увидите она как правило первыми такое слабое место не начинает лезть ржавчина на этом кузове именно вот 90 кузовах здесь выглядит красиво на самом деле потому что сколько машины в латвии в риге она не видела еще наших солей к счастью или к сожалению поэтому выглядит снизу очень красиво по кузову все в плане коррозии здесь то что я видел ну вот смотрите здесь есть совсем чуть-чуть вот там но совсем незначительно машина 7 года до машине 13 лет нормально но самое главное что даже вот смотрите мост мост вам сам практически какие-то легкие легкие общие следы обычно латвийская машина которая два или три года поездить палаты и вот здесь уже просто смотришь плакать хочется вижу крутилась недавно защитка следы от инструмента совсем недавно признавайся че делали ну как бы он вот тут стоит меня не проведешь человек не знает куда масса я и правда не видел я думаю что если ты с этого угла то 35 дизель и там стоит труба он даже красного цвета в них у 70-х точно красный здесь тоже красная 35 красный рукав который идет от байпас на заслонке уже в кулер больное место стоит она 300 евро по никто их не покупаете пока кто за такой кусочек 300 евро придется потратиться иначе она будет течь может поставить силикон но к сожалению по форме туда подобрать чем тяжело давай с ним посмотрим опти тут огород вот это огород я понимаю она весит раза в три больше чем должна о смотри нефть можно переработать сделать из него еще что ну чё кстати ну как ну да как я говорил течет видите вот этого красного патрубка туда можно поставить новые кольца уплотнительные вот в этой части туда но через время она начнет течь а кстати есть еще одна проблема у этой машины туда куда он одевается наверху там заслонка бы опасно стоит то есть ну на корпус заслонки да там заслонка стоит так вот со временем резинка уплотнительная она вытирает алюминий оттуда и там где стоит резинка есть выработка на самой заслонке то есть туда можешь поставить новое кольцо даже новый патрубок а все потечет поменяем и заслонку в том числе сушен дейфер еще поездит есть микротрещинки ну это нормально больших разрывов резины я не вижу здесь повезло до селинблок и за меня не сможем показать ну да пробуем боюсь что нет тут и глазом не видно а камерой так тем более две недели назад мотор мылся поэтому здесь видеть еще не все что здесь было на самом деле выше странно вот тут есть след масло вот на углу поддона прям но откуда мы тут взяться если это была трещина в поддоне ногу просто уже вытекло это масло оттуда просто недомыли чуть-чуть это кстати может еще идти из-под коллектора из заслонок с корпуса слона точнее не можно сто процентов я видел там мокро все нет здесь пока что по технической части здесь ничего страшного вообще нет ну как бы ну да мы не видели цепь мы и к сожалению в этом видео не увидим потому что ее надо разбирать смотреть чтобы понимали в целом для по состоянию машины технически не так все плохо да есть места но это возраст мы не знаем встреч проект меня больше всего смущает почти весь покрашенный кузов сейчас мы опустим ее вниз и померяем краской это интересно но я не думаю что будет какие-то глобальные повреждения там что что-то там кто-то варили нет я думаю что просто косметика 3 700 5 300 по моему после 7000 прибор не показывает по моему нет ответа нет ответа 5 5500 здесь вообще не берет 1100 400 500 400 не ну понятно почему человек сказал номера снять но это же игру надо было просто найти дожди я бы уверен что это крыло крашеное не может быть такого вот 250 230 240 211 здесь значит снимали или просто 270 300 300 30 ну видно что здесь пыль это точно красит 180 но весь в сколах да зато там дверь шпаклевана прибор не берет но зато капот вот типичный бы владельцы до год какой 2008 но она там седьмой конец но на 2008 это аппарат да это я знаю он одноразовый фотоаппарат должен быть и он сертифицированный что-то такое я кстати кто живет в германии наверняка нас смотрят помыть каким-то законом должен быть аппарат но не должен быть а вот смотрите есть аппарат как я понимаю во время дтп вот вас есть соглашение скорее всего обоюдно вы фотографируете на него про их произошедшее и как я понял он то ли запломбированы то ли что ну то есть типа вот и сфоткал сколько-то кадров на нем и повес его там страховую или в полицию помыто и поработал именно так я никогда жизни не пользоваться этим надеюсь не буду пользоваться кто знает напишите мне интересно он не тронут ровненький потом смотреть вытянут или ты пробовал также на нате ключ если что езди я поехала в этот в командировку в море я бы я пошел в море на три месяца на тебе ключ катайся да и ты такой тачка будет целая стопудово кто-то в комментариях написал что чтение ошибок это не совсем правильно я согласен что прочитать ошибки какие-то актуальные или старые это одно а сделать полную диагностику это нужно сидеть смотреть параметр даже ездить на машине мы этого не делаем сейчас потому что ну это не имеет никакого значения машина не покупается она уже куплена да и просто в данном случае нет смысла на это тратить поэтому сейчас мы просто вычитаем ошибки посмотрим что есть удалим посмотрим актуальные ошибки на этом закончим компьютерную диагностику это такой поверхностный как я уже говорил видео делается ну как бы for fun значит по ошибкам у нас у меня указку смотри прикольно нет связи с блоком управления телефоном но это будешь сам потом разбираться топливный фильтр топливный фильтр ошибка такая как правило и сид когда не работает элемент подогрева вот фильтр топливный куда вставляется на такая сзади пластмасса круглая там подогрев когда там перестает работать подогрев искать и такая ошибка все с этой проблемой ездит если тебе в этом тут не говорит и даже об этом знать не будешь лечится заменой этот элемент неисправен привод зеркало на стороне водителя то что ты спрашивал скорее всего шина или сам моторчик не знаю можно ли сделать на скорее всего замена а у нас же есть зеркала а у тебя складные зеркала а у него зеркала простые у нас есть зеркала не знаю подумать недорого они просто лежат у нас мы же роботы себе поставили не работает обогрев спинки сидения не написано какой не знаю надо смотреть и в блоке света левый стоп-сигнал неисправен возможно был коротыш на лампочки и более 30 раз вам когда блока фрм славливает короткое замыкание он блокирует этот канал и даже можешь поставить новую лампочку с вами будет гореть нужно перекодить блок в принципе по компу не так страшно свечи смотри работают по турбе по надувам ошибок нет можно еще завести посмотреть коррекцию форсунок до нужно сейчас смотрим коррекцию форсунок на теплую машину обычно смотрится смотрите на холостом очень 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 даже хорошо чтобы понимали цифра должна быть максимум к нулю то есть до минус 2 до плюс 2 это тоже считается более-менее хорошо а тут вообще все форсунки близко к нулю еще один способ это поставить машину на драйв посмотреть как это выглядит на драйв эти чуть цифры поменяли здесь стало 05 здесь выровнялось в ноль но в целом по форсункам если мы верим этим параметрам они не всегда совпадают с действительностью форсунки на стенде могут показать то по параметрам все очень даже хорошо по салона но такие вот всякие грязные царапки хорошо кстати вот это вот и так мы это локтем до делает замени пожалуйста пластике ли обтяни его в кожу руль когда-нибудь перетягивать наверно или нет вот это можно затянуть в кожу будет классно смотреться больше всего конечно бросается глаза вот такие вот царапины вот это все не боишься это ты нет полируешь вот эти глубокие но большая часть уйдет обратите внимание сколько здесь много много царапин это повлияет на мою оценку по салону машина по сидению ну тут понятно так как река раз река рассидения это бокаинка всегда будет более уставший чем все сидение но в целом как бы состояние тех же сидений он неплохое но вот такие вот царапины мелочи всякие они немножко портит общую картину я на данный момент как я и уже говорил и повторюсь еще раз мы пока экспериментируем я считаю что должно быть пять критериев по которым я буду судить машину за каждый критерий я могу дать 10 баллов то есть максимальное количество пунктов 50 этой машине я сейчас подсмотрю за кузов у нее есть огрехи по покраске у нее там есть сколы и так далее но она очень хорошо выглядит снизу поэтому я ставлю средний балл по кузову 6 за мотор коробку мы не ездили но то что показ диагностика то что мы видим потек маслу шестерочку салон я больше пяти баллов за салон поставить не могу но он неплохой но его нужно доработать значит салон 5 ходовая в эта машина сейчас под прям сейчас если не считать потек масла по рычагам по всем там там есть помнишь до соленблоки их нужно поменять так в принципе по шлангам тормозным по всем всем элементам которые смотрят у нас из данных осмотре можно поставить смело 7 баллов и пятый пункт это будет очень интересный пункт и он будет абсолютно субъективно оцениваться это индивидуальность вашей машины что такое индивидуальность какой-нибудь красивый цвет хорошие диски индивидуальный салон какой-нибудь что-то интересное пошитая вашего машине там музыка или неважно в этой машине этот этот пункт мало кто будет хорошо зарабатывать потому что в основном у нас стандартные машины в риге но тем не менее но этой машине я здесь какой-то такой интересный салон с тряпкой по центру но 3 балла и того среди моя оценка на этой машине 27 баллов из 50 но повторюсь машина неплохая но ты меня так я ее оцениваю потому что чтоб я поставил большую оценку удивите меня и привезите мне сюда прям машину которую я посмотрю скажу вау да это прям новая тачка все мы думаем как мы будем с вами связываться как мы будем приглашать вас на осмотр этих машин а пока спасибо что смотрит видео надеюсь вам понравилось жду вас в комментариях обязательно напишите имеет ли место быть такой формат до скорых встреч всем пока